Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители витательного оружия, луков, рогаток и прочих увеселительных изделий. С вами Игорь Валерьевич и его арбалетная поляна. Сегодня прекрасная погода, я решил снять небольшой ролик на очень интересную тему. Занимаюсь арбалетной техникой более 30 лет и думал, что меня сложно удивить. Но меня не только удивили, но и порадовали. Мои друзья из фирмы Майнхантер предоставили мне для испытаний новый арбалет собственной разработки. Вот как он выглядит. Таких интересных моделей мне давно не попадалось. Итак, давайте знакомиться. Арбалет Дум с обратными плечами и компоноской Гулбал. Ну, в комплект арбалета входит сам арбалет, скоба, оптический прицел четырехкратный, устройство для натяжения. Три штатных стрелы, инструкция с сертификатом и набор шестигранников. Ну, сборка арбалета заняла у меня минут 10. Установка, регулировка оптического прицела. Прицел длинно-базовый. Вот так он у меня встал. Минут 20. Собственно, регулировка происходила для чего? Центральная нить прицела должна быть по вертикали, и глаз должен чутко визировать прицел без черных полей. Это так называемое совмещение луны. В результате он у меня уехал несколько вперед. И вот одну из стоек, она была здесь, я переместил сюда. Они вполне хорошо вмещаются. Вот так это выглядит. Общее впечатление от изделия. Ну, прелесть. Прекрасно. Приятно взять в руки. Обрезиненное цевьё. Анатомия рукоятки. Очень удобно руко ложиться. Оперировать с ним. Приклад. Ну, по форме вылезан. Нет впечатления дешевой пластмассы. Вот. По-моему, ребята неплохо постарались. Ставлю пятёрки. Что понравилось сразу, когда взял в руки, арбалет сразу занимает удобное положение. Вот такая вкладочка. Развесовка такова, что все манипуляции с арбалетом, различные телодвижения не вызывают усталости от стрелка. Я стрелял около двух часов. Одни комфортные впечатления. То есть усталости так я и не почувствовал. от длиннобазовых моделей, длинных, иногда устаёшь. Вот. А здесь нет. Такого не происходит. Центр тяжести где-то приходится, вот, в передней винту. Прижимная пружинка, вот она, очень грамотная, достаточно жёсткая. Ну, сразу оговорюсь, её нужно поджать. Вот здесь на планке винт углублённый, шестигранник к нему прилагается. Его нужно поджать. Тогда пружина начинает прижимать стрелу более плотно к направляющим. Вот. И сделать это нужно перед установкой прицела. Потому что стойки прицела закрывают этот видик. По оптике. Оптика длиннобазовая, неплохая. Значит, при пристрелке оказалось, что вот этим винтом регулируется вертикальная точка попадания. До конца она так и не вывелась. Ну, пришлось подложить под заднюю стойку, вот сюда, вот сюда, миллиметровую прокладочку. Ну, в дальнейшем мне подсказали, что вот здесь находятся два болта под шестигранник. И передний нужно поджать. Тогда планка слегка наклоняется вперёд. Поэтому потом прокладку я отсюда убрал. Вот. И все регулировки по вертикали происходили в нормальном положении. Вот. Всё было удобно. Вот снят оптический прицел. И посмотрите. Первый шестигранничек светлый – это регулировка пружины. Вот. Вот. И видно, как она шевелится. Второй шестигранник – регулировка наклона вперёд. То есть, его нужно слегка поджать. Вот. Чуть-чуть поджать. Прицел начинает работать в штатном режиме. Ознакомительная стрельба показала, что арбалет слегка подбрасывает вверх. Что естественно. То есть, происходит вот такое лёгкое движение. Такой подброс. Это нормально, потому что блоки, когда отрабатывают, арбалет толкается в плечо. Вот. Естественно, происходит небольшая, ну, как бы, качка. Вот. Подброс я уменьшил установкой кивера. Подброс уменьшился. Вот. И, ну, на будущее, если изменить немножко форму приклада, то есть, отодвинуть верхнюю часть в сторону, подброс вообще не будет. Он будет более плотно прижать к плечу. Вот. Всё будет прекрасно. В целом, прицел пристрелялся достаточно быстро. Вот. Ну, все эти регулировки, конечно, это уже индивидуальная подгонка и, соответственно, другая цена изделия. В целом, повторяю, весьма комфортно. То есть, привыкаемость к арбалету, ну, просто порадовала. Он прекрасно подходит как новичкам, так и опытным стрелкам. Работа с кускового механизма. Ну, нареканий не вызвало. Всё удобно и надёжно. После около сотни выстрелов я стал чётко фиксировать холостой ход и, собственно, сам спуск. Вот. Но обработка выстрела дело индивидуальное и вполне привыкаемое. Вот. Особенно в данной модели. Удержание левой руки за цевьё удобно. Вот. Вполне удобно. Ну, я бы удлинил цевьё, развел бы его к спусковой скобе. Потому что для меня удобна биатлонная стойка с упором локтя в рёбра. То есть, вот здесь что-то. Приходилось брать либо так, либо так. Ну, приспособился. Вполне ничего себе. Попробовал стрелять штатными стрелами Майнхантер. Вот такими. Прилагаются они к арбалету. Неплохого качества. Для развлекательной стрельбы в самый раз. Неплохо летят. Средняя кучность на 15-20 метров. Где-то от 5 до 10 сантиметров разброс. Арбалет Doom стрельба на 15 метров. Вот результат. Штатные стрелы. Все разные немножко. Но, тем не менее, все пришли в одну кучу. Вот такой результатик. Вот посмотрим, что я настрелял на 20 метров. Вот такая кучка. Вот общая куча. Вот она. Потом я понял, что я колоть стрелы начал. И выстрелил два раза чуть выше. И вот что получилось. Первая стрела, вот она вошла. А вторая задела хвостовик первый, видите, и ушла чуть ниже. Ну, есть фактически попадание стрела в стрелу. Арбалет Doom, дистанция 20 метров. Увеличивать дистанцию дальше стрелять не стал, так как сделал более 150 выстрелов. Просто устал. Для первого впечатления вполне достаточно. Ну, в заключение не выдержал. Попробовал пару выстрелов калиброванными стрелами на 25 метров. Результат, вот такое попадание. Вот такое попадание. Стрела в стрелу. То есть первая стрела вошла в десятку. Вторая стрела вошла четко в нее. Ну, кто знает из арбалетчиков, специально такое не сделаешь, поэтому не совру. Результат точности. Выводы. Арбалет Doom очень качественный. Полностью соответствует заявленным характеристикам. Качество изделия на твердую пятерку. Эргономику, ну, ставлю 4. Из-за затыльника, но это индивидуально. Вот. И из-за цевья. То же самое. Баланс 5 баллов. Точность. 5 баллов. Ну, и кроме того, Doom имеет прекрасный потенциал для дальнейшего развития и совершенствования. Как базовая модель. Друзья мои. Если будут вопросы по арбалету Doom, или по другим поводам, с удовольствием отвечу и помогу. Обращайтесь на фирму Mindhunter или сразу мне по телефону. С уважением.